Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет и продолжаем читать вторую маковейскую книгу в замечательном переводе про Гинской и Шмайной Великановой. В предыдущих главах мы читали о том, как после мученического подвига старца Елеазара, а затем целой семьи, состоящей из семи братьев и их матери, Господь сменил свой гнев на милость по отношению к израильскому народу. И благодаря этому Иуда Маковей одержал многие победы, то небольшое количество людей в Израиле, которые готовы были даже умереть, но не отринуться от закона Божия, от исполнения заповедей Божиих, стало расти, эти люди стали побеждать своих противников под руководством Иуда Маковея. И вот сегодня мы читаем новую, уже девятую главу, где рассказывается о том, что случилось с главным гонителем, с разорителем Иерусалима и храма, с Антиохом Епифаном. Эта глава продолжает эту мысль о том, что Бог стал помогать Израилю. Случилось так, что в это самое время Антиох бесславно возвращался из пределов Персиды. Он ведь вошел в город, называемый Персиполем, и попытался ограбить храм и овладеть городом, а потому толпы народу бросились к оружию и пустили его в дело. Так что Антиох был обращен в бегство местными жителями и с позором отправился во Своясе. То есть где-то в Персии Антиох Епифан пытается сделать то же самое, что он сделал с Иерусалимом и Иерусалимским храмом, только с каким-то другим городом и с каким-то языческим храмом. И теперь уже у него это не получается. Он с позором изгнан из этого города. И когда он находился близ Экбатан, ему сообщили о происшедшем с Неканором и с людьми Тимофея. Имеется в виду те сельфкидские военачальники, которые организовывали карательное наступление, карательные походы на Израиль и оказались разбиты, бежали также бесславно. Вспылив от негодования, Антиох решил было выместить на иудеях зло, причиненное ему теми, кто заставил его спасаться бегством. Поэтому он приказал Колесничему всю дорогу гнать коней без передышки. И хотя небесный суд уже нависал над ним, он сказал в заносчивости своей, «Придя в Иерусалим, я сделаю его кладбищем для иудеев». С перцами не получилось у него справиться, и он решил, что на иудеях, как ему тогда еще казалось, более слабых, более беззащитных, он выместит весь свой гнев. Иерусалим он собирается превратить в кладбище. Но всевидящий Господь Бог Израиля нанес ему удар сокрушительный и незрибый. Едва он вымывал эти слова, как его пронзила нестерпимая боль в животе, и жестокие страдания охватили его внутренности. И по делам, терзая внутренность у других людей, он стольким причинил неисчислимые и невиданные мучения. Однако он отнюдь не оставил своей спейси, а напротив, еще больше преисполнялся заносчивости, дыша пламенем ярости против иудеев и требуя гнать во весь опор. Тут-то он и свалился с колесницы, которая мчалась, рассекая воздух, да так неудачно, что при падении разбился и покалечился. Вот описываются бедствия, которые постигли антиоха Епифана, когда-то, когда он мучил братьев Маковеев, то они, среди прочего, говорили, что Бог покарает тебя. И здесь вот осмысляются эти бедствия именно таким образом. Это Господь Бог Израилев настиг антиоха Епифана, поразил его невидимым образом, и вот поэтому его постигли такие бедствия. Он стольких людей мучил, терзал их внутренности, как здесь говорится, имеется в виду, и в буквальном смысле пытая, и моральные мучения принося многим людям. И вот теперь он мучается сам. Тот, кто в своем человеческом бахвальстве за мгновение перед тем мнил повелевать морскими волнами и высокие горы взвешивать на весах, простерт был на земле и унесен на носилках, тем самым являя всем несомненную силу Бога. Антиоха Епифан мнил себя владыкой вселенной. Он считал, что страны и народы подвластны ему, что вот он захочет, Иерусалим в кладбище превратит, как здесь так поэтически сказано, что горы он может взвешивать на весах, повелевать морскими волнами, то есть он себя ощущал полубожеством, способным вершить судьбу мироздания. И вот теперь он лежит под колесами своей колесницы, страдая очень тяжелым недугом. Дошло до того, что из тела нечестивца выползали кишащие там черви, от живого с болью и мучением отваливались куски плоти, отшедший от него гнилостный запах досаждал всему войску, того, кто еще недавно мнил достигнуть до звезд небесных. Никто не мог сопровождать из-за непереносимого тягостного смрада. Вот тогда-то, истерзанный и разбитый, он начал на глазах избавляться от своей списти и, истязаемый обечом Божьим, все больше и дольше обдумываться. Вот как говорил он, не в силах вынести собственное зловоние. Надо быть покорным Богу и, будучи смертным, не мнить себя богоравным. Этот негодяй принялся умолять владыку, который уже его не помилует, и заверять его. Мол, святой город, куда он так спешил, чтобы сравнять его с землей и превратить в кладбище, он объявит свободным. А иудеев, которых велел не удостаивать погребения, но бросать вместе с их младенцами на съедение хищным птицам и диким зверям, всех приравняет кофейнянам. Святой храм, который прежде разграбил, он украсит самыми прекрасными подношениями, с лихвой возместит всю священную утварь, а средства, необходимые для жертвоприношений, будет предоставлять и собственных доходов. Кроме того, он сам станет иудеем, пойдет по всем обитаемым землям, чтобы возвещать могущество Бога. Вот автор второй маковейской книги мог бы на этом и окончить повествование об Антиохе. Вот в каких страшных муках он пал, как Господь поразил его, как Господь отомстил ему за его прегрешение против храма, против маковеев, но он говорит о некотором повороте, некотором покаянии, которое произошло с Антиохом Епифаном перед самой кончиной. Поскольку боль его никак не утихала, ибо настал для него праведный суд Божий, то, отчаявшись во спасении, он написал иудеям, как просите, следующее ниже письмо такого содержания. Честным иудеям, гражданам, царевый начальный антиох желает много радоваться, здравствуйте, благоденствуйте. Если вы с вашими детьми здоровы, и все у вас идет своим порядком, то я, уповая на небо и с отрадой, помня о почестях и расположении вашем ко мне, находясь в пути из области Персиды и очень тяжело заболев, с чего необходимо позаботиться о безопасности для всех. Я не отчаиваюсь на свой счет и весьма уповаю на избавление от болезни. Но я подумал о том, что и отец мой всякий раз, когда он шел походным во внутренней области, назначал себе преемника, чтобы, если произойдет нечто неожиданное или придет неприятное известие, жители страны, зная, на кого оставлено дела правления, не приходили бы в смятение. Кроме того, я принял также во внимание, что сопредельные властители, соседи нашего царства, подстерегают удобный случай и выжидают, что произойдет. А потому я назначил царем моего сына Антиоха, которого я большинству из вас уже припоручал и предоставлял, направляясь во внутренней сатрапии. Ему я тоже написал обо всем, что здесь сказано. «Итак, я обращаюсь к вам и прошу, чтобы помним мое благодеяние вам, всем и каждому в отдельности. Всякий из вас сохранил свое нынешнее благорасположение ко мне и к моему сыну. Я ведь убежден, что, следуя моему примеру, он будет обращаться с вами милостивно и человеколюбиво». Вот такое странное немножко письмо написал Антиох иудеям, понимая, что конец его близок и говоря о назначении преемником и очень явно пытаясь примириться с израильским народом. Он не говорит о тех бедах, которые когда-то благодаря ему постигли израильский народ, а говорит так, как будто бы они всегда дружили, как будто всегда были в мире и согласия и просят их почитать своего преемника, своего сына Антиоха. Интересно, что это письмо является историческим документом, и историки подтверждают подлинность существования такого документа. Так этот человек и убийца и богохульник, перенесший тяжкие страдания, каким он сам подвергал других, встретил в конце жизни самую жалкую смерть в горах на чужой стороне. Тело его привез Филипп, его друг с детства, но, опасая сына Антиоха, он удалился к Птоломею в Филометру в Египет. Вот так 9 глава 2 Макавейской книги описывает кончину Антиоха-Епифана. В первой Макавейской книге нет таких подробностей и немножко по-другому говорится о кончине Антиоха-Епифана, но тоже говорится о крайне бедственном положении, в котором оказался этот человек перед своей смертью. И другие источники тоже немножко по-разному об этом говорят, разные исторические подробности приводят, но общая канва одинакова для всех. Перед смертью Антиоха-Епифан был в самом тяжелом и физическом, и даже психическом состоянии. Так вот Господь покарал этого человека, дерзнувшего ограбить храм, дерзнувшего предать пыткам и мучению самому жесточайшему такое огромное количество людей не за что-либо, а только за то, что они были верны закону, верны закону до смерти. И мы верим, что это действительно бывает так. Суд Божий всегда настигает гонителя, если не в этой жизни, то в вечности, что может быть еще страшнее. И также суд Божий всегда награждает того, кто верен Богу до конца, как это случилось в Маковейске и мучениках, в чем они не сомневались тоже, если не в этой жизни, то в жизни вечной. Вот об этом говорили те главы, которые мы сейчас читали, и в том числе вот эта последняя, девятая глава второй Маковейской книги, которую мы читали для библейского портала Экзюгет в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. Продолжение следует...